Потерянные взгляды зрителей ищут свет. Погружение в атмосферу спектакля начинается с первых минут. К импровизированной сцене в музее «Подземный Севастополь» их вели в темноте. Перед тем, как откроется занавес, каждый наденет повязку, а снять ее можно лишь в конце пути. Во время спектакля запрещено разговаривать и передвигаться самостоятельно. На следующие полтора часа зрители попадают в руки актеров, которые будут направлять их. Запах свежей хвои, черного хлеба, пение птицы голоса. Так встречает зрителей спектакль «Четыре». Никто не знает, как выглядят декорации и актёры. Подробности держатся в строжайшем секрете. В маленьком мире проекта не театр. Зритель свободен и может нарисовать у себя в голове образ героя. Придумать его внешность, угадать, какого цвета его волосы и глаза. Воображение задействовано на максимуме. Но это не ради развлечения, уверен режиссёр постановки. Потому что общество хотелось бы немножко воспитывать. Воспитывать в культурном плане, а не ремнём, например. То есть есть кино для развлечения, есть попкорн и так далее. Театр – это что-то более серьёзное. Это искусство, которое происходит здесь и сейчас. Оно должно чему-то учить, оно должно оставлять след в душе. И оно должно менять человека. После хорошего спектакля люди уходят другими. Пугающие одновременно манящие образы созданы по пьесе Мариса Митерлинка. Слепые. Путь от рождения до смерти. Самопознание и переосмысление. Спектакль оставляет зрителя наедине с собой. В полной темноте и одиночестве. Мы останемся здесь навсегда. Он слишком стар. Он не успеет нас исцелить. Мой персонаж – юная девушка, совсем юная. Практически ребёнок. Ей страшно оказаться вдали от всех. Когда она перестаёт чувствовать рядом с собой людей, она впадает немного в панику, начинает молиться. Когда отсутствует одно из наших органов восприятия, то остальные обостряются, и они гораздо более чувствительны становятся. То есть человек больше ощущает тактильно, слухово. И если мы будем не на 100% выкладываться, а где-то неправду делать, то человек это сразу почувствует. Даже больше, наверное, чем когда бы он смотрел глазами. Атмосферу спектакля создают живые декорации, которые можно потрогать, понюхать и даже попробовать на вкус. Но главный инструмент актёра в новом формате театра – его голос. Именно он преодолевает незримую преграду между героем и зрителем. Что можно греть, когда твои руки не подвижутся? Кто коснулся моих рук? Никто не касался твоих рук. Я не могу тебя коснуть. Голосом очень можно сильно воздействовать. Не зря же через музыку люди тоже очень много чего познают. Потому что ты можешь сделать голос каким-то ехидным, веселым, и, соответственно, ты уже представляешь себе какой-то образ, какого-то ехидного тролля. У тебя какой-то серьезный, вдумчивый голос, низкий голос, и перед тобой предстает образ какого-то там, я не знаю, взрослого человека, к примеру. В этом году пьесу впервые показали в Севастополе. Уникальная постановка уже успела получить премию «Прорыв года» на фестивале «Закрытый показ». Таинственный спектакль пришелся по душе не только жюри, но и зрителям. Я попробовала представить, вот, да, ты ничего не видишь, и ты живешь так всю жизнь страшно, очень страшно. И интересно. Как всегда, наверное, все новое страшно, все неизведанное. А трудно что-то изведать, когда ты не видишь. Запах хлеба, конечно, он ощущался, вот, очень ярко. И лаванда, конечно. Ну, больше всего у меня даже не то, что там запахи или звуки, мне больше всего руки запомнились, руки и движения. Потому что, когда, вот, я обратила внимание, в начале было, вот, мы шли все в одну сторону, а, видимо, актеры шли в другую сторону. И вот эти потоки воздуха, да, они очень создают какое-то такое интересное впечатление. Второй раз даже больше ощущений было, больше каких-то звуков услышал, больше запахов почувствовал. Можно бесконечно ходить, я думаю, это процесс такой, каждый раз будешь слушать что-то новое. Как слушаешь музыку хорошую, да, то есть каждый раз слышишь новые нотки, новые инструменты, вот здесь то же самое. Я так поняла, что это сам каждый додумывает конец, сам. Потому что явного конца нет. И тут это очень интересно, потому что дальше историю ты сам для себя придумываешь. Пока актеры берут перерыв, вновь погрузиться в темный и загадочный мир спектакля 4, севастопольцы и гости города смогут уже с середины июля. Дарья Гзюнова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.